И к новостям из соседней страны. Россия обогнала все страны Европы по скорости роста зараженных COVID-19. Это несмотря на то, что в стране уже пять недель действует карантин. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel. Только за прошлые сутки число новых заразившихся коронавирусом в России превысило 11 200 человек. Это своего рода рекорд. Последние несколько дней показатель был на уровне 10 тысяч ежедневно. Таким образом, Россия вышла на пятое место по числу заболевших в мире, опередив Германию и Францию. О недостатках российской модели борьбы с коронавирусом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал известный российский журналист и телеведущий Андрей Караулов. Мы, к сожалению, в России сделали несколько ошибок. Смысл политики, любой политики, делать добро, а не зло. Сначала мы не закрыли границы, навезли в России вирусы сколько угодно со всего мира. Мы позже всех стали вдруг дико, резко закрывать все границы, сразу включая границу с Белоруссией. Когда в Москве было 500, 600, 700 случаев в день, мы закрыли все. Сейчас, когда сегодня около 7 тысяч в день, я не верю этим цифрам, мне кажется, они гораздо больше. Мы вдруг с 12 мая переоткрываем стройки, заводы. Какой будет взрыв, понятно. Лукашенко пошел по другому пути. У него была железная и арифметика в голове. Пандемия, какие последствия даст пандемия, если будет другая пандемия, гиподинамия и прочие-прочие. Инфаркты, инсульты, все посчитали. Очень легко все считается. Что будет от того, что люди не ходят, в среде особенно. Но самое главное, он понимал, какой ущерб даст экономика, и потом люди с голоду будут умирать. Мы сегодня говорим, Лукашенко не прав. Надо было так, как мы, делать. Надо как-то объяснять, почему ты к Европе ближе, но у тебя, например, меньше этой заразы. А вдруг совершенно другие результаты, другие и все другое. А самое главное, парад. Как быть Россией? Кому ехать в Минск? Нельзя же не поехать. Опять Лукашенко прав. В Галуси пострадала больше всех. Не было страны, ее стерли за дни войны и ночи. Сегодня у этой политики, когда мы вставим Лукашенко, еще парад не отменяют. Правильно делает, молодец. Всем деды поклонились бы. Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая в российской столице, а также в ряде регионов вводится режим обязательного ношения масок в общественных местах. Также власти Москвы будут штрафовать людей за нарушение масочного режима на рабочих местах. Напомним, свежий опрос социологических служб ОМА и платформа показал, что резко снизилось число россиян, которые поддерживают введение режима самоизоляции. Сейчас ограничения кажутся уместными только 47% граждан, тогда как месяц назад самоизоляцию поддерживали 62% россиян.